Я закончил КИМЭП в 1999 году, MBA, тогда у нас еще бакалавров не было в КИМЭПе. До этого я закончил КАЗГУ, физический факультет, но, как вы помните, как раз в 90-е годы, время перестройки нашей страны, и нам тоже пришлось, как я называю, переобуваться и менять профессии, специальности. Поэтому после физфака мы с группой друзей решили сюда поступить и поступили. И вот по прошествии вот стольких лет, наверное, вывод, можно сделать какие-то выводы, да, что это было, наверное, одним из самых верных решений в моей жизни, потому что КИМЭП у нас поменял. То есть если бы мы до КИМЭПа были больше все-таки советского типа люди, после КИМЭПа мы стали более демократичными, более открытыми. Я уж не говорю там про знания полученные, про улучшенный английский язык и так далее. Что впоследствии вот помогло нам получить определенные профессии, там, сделать хорошую карьеру, добиться успехов и так далее. В карьере, де-факто, если бы не было КИМЭПа, 100% такой карьеры бы не было. Особенно вот когда мы заканчивали в 99-м году и чуть раньше, даже и после нас, Big Four, тогда на самом деле был Big Six, даже Big Eight было, но вот именно в момент, когда мы выходили, был Big Six. И попасть туда, это было вообще для нас там сверхмечта, особенно вот там MBA, финансы, это было самое лучшее, куда ты мог бы попасть. Потому что там было все четко определено, развитие, карьера, перспективы и так далее, и знания. И, учитывая вот такой, назовем так, спрос, конкурс был очень большой, и все те, кто вот попал туда, ну, мы считались там счастливчиками, да. И, может быть, где-то и все-таки это было правдой, что дальше там, придя туда, сначала ты думаешь, вот, там, я все знаю, да, там, ну, в КИМЭПе действительно очень хорошее знание дают. Но, придя туда, ты понимаешь, что, оказывается, а сколько еще много, я не знаю, и тут начинается вот такая работа. Работа, она требует очень больших усилий, наверное, не меньше, чем те усилия, которые мы тратили на обучение в то время, да, то работа тоже, она требовала вот этого. Ну, и плюс, конечно, вот профессиональное развитие. Я получил в процессе этой работы и развития карьеры CPA, то есть Certified Public Accountant, это сертификат, ну, и дальше, там, лицензия американского общественного бухгалтера, так называется. Ну, с точки зрения личной жизни, наверное, как бы профессиональная жизнь, она отражается и на личной жизни, потому что у тебя растут доходы, растут, ну, запросы где-то, да, там, ты уже себя чувствуешь намного увереннее, Поэтому личная жизнь тоже, как бы, скажем, была налажена, хотя до сих пор, наверное, мы, как бы, люди того поколения, которые больше тратят времени на профессиональную часть, нежели на личную. Друзья, я из моей практики, из моей жизни, опыта, я бы сказал, что друзья как раз самые такие вот активные, близкие, они появляются именно в студенческое время. И я для себя вот как-то обосновал, потому что это, потому что в школе все-таки ты попадаешь больше по месту жительства, в группы, да, с которыми там с кем-то ты подружился, с кем-то нет, а вот в ВОЗ ты уже выбираешь сам. Соответственно, те, кто выбирает тот же ВОЗ, то есть уже есть какие-то более общие интересы, и плюс это вот тот момент развития в жизни человека, когда идет активное общение, взросление, да, совместное, то есть много вот таких моментов. Поэтому практически со всеми, с кем мы учились, но я не скажу, что мы там сто процентов там со всеми в контакте, врать не буду, но если мы встретимся, то мы с удовольствием будем общаться, и знаете, прошло там, не знаю, уже получается больше 20 с лишним лет, но такое ощущение, что как будто мы вчера расстались, и мы вот так же общаемся, и вообще все нормально. И даже вот новое поколение мы как фирма тоже набираем, в том числе выпускников КИМЭ, и вот этот дух чувствуется, что он остался в университете, и это классно, потому что я думаю, что это такое вот правильное ощущение. С одной стороны, с одной стороны, это ощущение свободы слова, то есть ты мог говорить что-то, ну, с другой стороны, и чувство ответственности. То есть ты должен был учиться, ты должен был достигать результатов, оценки получать, да, и по-другому это никак нельзя было решить. И я надеюсь, что это до сих пор так, и, соответственно, поэтому, наверное, диплом КИМЭПа столь высоко котируем, да, на рынке, и это действительно показатель, что если это выпускники КИМЭПа, то, скорее всего, это хорошее качество, хороший профессионал, готовый к работе. Библиотека мне очень нравилась, там были вот тогда, по крайней мере, тогда, ну, наверное, и сейчас, я думаю, очень ответственные, как библиотекари, которые вот строго соблюдали правила, что было тихо, друг другу не мешали, они четко распределяли учебники, там, может быть, не всем хватало, ну, вот прямо мы там записывали, где-то там, что такое было, вот это мне очень нравилось. Ну, собственно, практически все предметы, связанные с экономикой, были любимыми, то есть корпоративные финансы, микроэкономика, макроэкономика, бизнес-моделинг, вот, допустим, этот предмет, он, в принципе, был непосредственно связан с построением финансовых моделей, он, кстати, оказался очень полезным и прикладным, и до сих пор те основы, которые нам когда-то закладывали в Кемепе, они используются, вот, даже сейчас, вот, в современных анализских проектов и так далее, то есть пришло, дискаунг пришло, как был, так и остался, то есть вот эти принципы, они все работают. Такие предметы, практически, да, все связаны, маркетинг был интересный предмет, банкинг был интересный предмет, и я скажу, что многие предметы, они еще интересны тем, что, вот, зависели от преподавателя. Как преподаватель его доносил до своих студентов, и я скажу, что, вот, нам очень повезло, вот, нашему выпуску, в этом плане очень повезло, потому что преподавательский состав был очень сильный, на наш взгляд, на тот момент это были практически преподаватели со степенями PHD, и это были преподаватели с опытом преподавания именно европейским, с Великобританией, с Францией, с Испанией нам преподавали. И, соответственно, вот то, что вот это нам удалось, эту культуру, может быть, образование немножко впитать. Именно вот такой чистый западный стиль образования, и вдруг он оказался чудесным образом в Алма-Ате, в Казахстане. Вот в Кимэпе именно мы увидели такую форму общения, как тимбилдинг. И многие задания, да, там, assignment или еще что-то мы делали именно в групповой работе, да, вот, в групповом формате. И вот этот тимбилдинг, он на самом деле сплотил, и вот до сих пор мы очень тесно и тепло общаемся с оккурсниками, которые вот когда-то находились в одной группе и делали какие-то общие задания. Но кроме этого, я не знаю, видимо, у нас такой выпуск был сплоченный, пятый юмилейный выпуск 98-го года. У нас есть чат, прям так и называется, Кимэп 98. И этот чат объединяет, ну, практически, я там могу ошибиться, но, наверное, больше 100 выпускников. Даже в районе, наверное, 150 примерно. То есть практически все, значит, выпускники от нашего года вошли в этот чат, и мы общаемся, обмениваемся какой-то информацией, какими-то новостями, какими-то мнениями на какой-то вопрос. То есть общение у нас продолжается. Но я могу сказать, что он очень сильно повлиял. Вообще, я об этом могу очень долго говорить. О Кимэпе. Дело в том, что, опять же, возвращаясь в те времена, 95-е, когда вот я закончил свое первое высшее техническое образование, я учился в Казани, закончил Казанский авиационный технический университет, бывший Казанский авиационный институт имени Туполева. И вот мое поколение попало в то непростое время, когда пришел развал Советского Союза. То есть я поступал в университет, ну, в тот момент институт, будучи еще в Советском Союзе, а закончил уже тогда, когда образовались независимые государства, СНГ. Соответственно, стал вопрос, вот когда я стал заканчивать университет, у меня стал вопрос, хорошо, что дальше, где работать. В Казахстане, понятная авиационная отрасль и промышленность, она не была развита. Соответственно, меня предлагали оставаться в России, там, несколько авиационных заводов, но меня все равно потянуло на родину, в Казахстан. И, соответственно, вопрос, что дальше, вот он мне не давал покоя, и КИМЭП, это был ответом на этот вопрос. То есть в КИМЭПе я увидел возможности, что можно получить второе образование, причем экономическое, финансовое, которое как раз-таки на тот момент было очень сильно востребовано с тем, чтобы поднимать экономику уже независимого государства. Ну, вот, собственно, так. И благодаря КИМЭПу, я думаю, что вот как раз моя карьера сложилась в нефтегазовой отрасли, то, что вот столько времени я работал на одной из ведущих отраслей экономики Казахстана. Думаю, что ничто не стоит на месте, и образование в том числе, и оно наверняка развивается, движется, идет в ногу со временем, потому что технологии тоже не стоят на месте. Как вы знаете, сейчас во все уже шагает четвертая промышленная революция. Это внедрение практически во все области жизнедеятельности цифровых технологий, которые повышают продуктивность, производительность и, значит, прочие параметры. Соответственно, я думаю, что сейчас в новом образовании этому, наверное, уделяется должное внимание. Ну, или, по крайней мере, должно уделяться должное внимание цифровым технологиям. Я хочу пожелать, чтобы молодые люди, студенты максимально использовали те возможности, которые предоставляет университет. Дело в том, что если... То есть нужно понимать, что такого периода больше, может быть, не будет. И от того, насколько вот эти возможности здесь, в Кимэпе, будут использованы, от этого во много может зависеть успешность применения этих знаний уже в своей будущей карьере, в построении, собственно, своей карьеры. Также я хочу пожелать это время использовать и для общения, потому что то общение, которое закладывается именно вот в стенах университетов, таких как Кимэп, оно, оно надолго, и оно может поддерживать и помогать будущим в жизни, продвигаясь и достигая своей цели. Я закончила Кимэп в 2004 году. Это был первый выпуск факультета. Ну, не факультета, наверное, это тогда была программа, да? Она называлась программа, по-моему, журналистики и... Международной журналистики и пиар. Так вот эта программа называлась. Ну, какие у меня могут быть воспоминания? Дело в том, что я в этом институте работала. Я была директором по приему и финансовой поддержке студентов. И я работала до 96-го года. То есть практически... Ну, не прямо с самого начала, но я работала первым местным директором по приему и финансовой поддержке. Занимались им. Поэтому воспоминания у меня самые приятные. Потому что в то время Кимэп это был проект. Была такая программа. ТАСИС называлась. Это была программа Technical Assistance. По-моему, то... Фомес Овейтвильный Камши что-то такое. И это была программа Европейского Союза. И преподаватели были в основном у нас из Европейского Союза. Если я не ошибаюсь, были преподаватели из UK, из Бельгии, из Франции и из других стран. Был такой большой энтузиазм. Было очень много планов. И тогда была только... Когда я работала, была только программа магистрская. То есть мастер из степени. А уже потом, попозже, открылся бакалавриат. Ну, Кимэп у меня всегда теплые чувства. Теплые воспоминания. Потому что, вы сами понимаете, это моя не первая альма-матер. У меня их на самом деле еще две есть. У меня на самом деле их есть еще две. Но с Кимэпом связаны такие самые теплые чувства. Потому что это была хорошая команда. У нас был директор доктор Хартмут Фишер. У нас были наши казахстанские специалисты. Сагандекс Акабалдеевич Сатубалдин, академик. Он работал заместителем директора нашего Кимэп. У нас были очень прекрасные люди, которые работали в отделе кадров. Ирина Михайловна Демьянова. И очень было много. Я помню первый выпуск. Не первый, по-моему. Первый, второй и третий выпуск магистрской программы. Многие из них стали преподавателями. А некоторые из них даже до сих пор преподают в Кимэп. Можете себе представить. Вот такая вот история. Повлиял. Но дело в том, что я закончила программу по международной журналистике. И у меня специальность это медиа-менеджмент. Но до этого я так прямо непосредственно не занималась. Ни связи с общественностью, ни управлением СМИ. Ну, кроме того, только когда я работала в Фонде Евразии, я руководила программой поддержки независимых печатных СМИ. И эта программа была очень успешной. И, может быть, поэтому я поступила на программу. Когда Кимэп открыл эту программу, а наш фонд Евразии поддержал программу эту. Мне кажется, она есть еще и до сих пор, если я не ошибаюсь. Ну, как он на меня мог повлиять? Я в достаточно зрелом возрасте уже закончила его Кимэп. Но все-таки он сыграл определенную роль. Потому что я в основном работала в продаже. Я работала в международных компаниях, IT-компаниях, глобальных, таких как Microsoft, Oracle, другие компании. И меня пригласили в компанию KSL возглавить департамент пиар. И в пиар я никогда не работала, как это ни странно. Но я вспомнила, что у меня есть диплом. И пришла на интервью. И так я стала директором по пиару крупнейшего мобильного оператора в Центральной Азии. Мне было очень комфортно. Еще знаете почему? Я думаю, что большую роль сыграли как раз-таки мои сокурсники, которых я называю. Потому что все-таки они были настоящие журналисты, настоящие коммуникаторы. Наверное, я у них тоже чему-то научилась. Возможно, как и они у меня. Я не знаю, но я со многими из них, если не со всеми, дружу, поддерживаю связи. И считаю, что именно в таких университетах, как КИМЭП, зарождаются настоящие аламны, настоящие ассоциации студентов, коллег, которые партнеров становятся, которые поддерживают потом друг друга. И это нормально. Это очень здорово. У нас должна быть такая культура аламны. Чтобы те, кто учится в каком-то университете, чтобы они гордились, и рейтинги университета росли. Чтобы у нас тоже было что показать. Потому что, посмотрите, наша страна 30 лет. Мы должны показать, что у нас идет, скажем так, развитие по всем секторам, в том числе и по сектору образования. Ведь высшее образование – это очень важно. Особенно в наших сейчас непростых условиях, когда многие родители думают, куда должны поступать их дети. Ну, будни как проходили, как обычно проходят в университете. Ну, во-первых, мы все работали. Начнем с этого, что у нас была необычная программа. А вверх она была вечером. Я, например, была директором американского фонда с большим, огромным бюджетом, с большим штатом. Поэтому до 7 вечера я работала, а будни все. Потом начинались наши будни в 7 вечера. А потом, а выходные мы делали проекты. Ну, вот можно сказать, что те два года фактически у нас ни у кого свободного времени не было. Для меня лично оно было важно всегда. И тогда, когда я работала в университете, и тогда, когда я уже работала в бизнесе. Почему важно образование? Системное образование очень важно для того, вообще для нормальной, хорошей карьеры, и чтобы человек состоялся, нужны две вещи. Первое – это системное образование. И второе – это начало карьеры, чтобы тебе попался хороший руководитель, хороший босс, у которого ты можешь опять-таки подчеркнуть чему-то, научиться. А почему важно системное образование? Сегодня у нас в стране очень много идет дискуссий, что же будет нашей новой нефтью. Так вот, я глубоко убеждена, что нашей новой нефтью должен быть и стать человеческий капитал. А чтобы у нас сформировался человеческий капитал, нам как раз-таки нужно, чтобы наша молодежь получила системное, хорошее, классическое университетское образование. А потом она может делать на базе этого образования все, что она хочет – самообразовываться, продвигаться, узнавать новое, уехать за границу, зарабатывать там деньги. Вот, я считаю, что образование очень важно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова